Широкий спектр рекламной и свадебной полиграфии, сувенирная продукция, оперативно и профессионально. Студия печати Print Era. Наш адрес. Город Шадринск, улица Михайловская, 60. Физкультурно-оздоровительный центр «Ритм». Проблемы остеохондроз, сколиоз, артрит, артроз, грыжа. Ваше здоровье в Ваших руках. Город Шадринск, улица Свердлова, 79. Кабинет 315. Город Катайск, улица Советская, 64. В Заурале правозащитники борются за потребительские права граждан. В первой декаде марта Курганский областной правозащитный центр осуществил рейд по проверке цены качества продуктов, предлагаемых торговыми точками Шадринского района своим покупателям. Шесть представителей центра и член общественной палаты Шадринского района посетили пять торговых точек. Ими оказались предприятия ООО «Слава» в деревнях Просвет, Фрунзе и селе Красная Звезда, а также торговые учреждения Краснонивенского сельпо в деревне Октябрь и селе Песчано-Товоложанском. В связи с тем, что по уставу организации мы оказываем помощь людям, то есть правозащитную, и по многочисленным обращениям граждан Шадринского района о том, что в магазинах некачественные товары, это первое было, а второе то, что цены большие. Одна жительница, она пришла и говорит, я купила кефир, пришла домой, открыла, от него прямо, говорит, аж воняет. Я, говорит, пошла его сдать, и у меня его не приняли, говорит, ты его там где-то просрочила, а сейчас пришла, хочешь на новенький там поменять. Ну, они обязаны были поменять. Магазин-то ведь один, им куда деваться-то с этой деревней? Они приходят туда и не поедешь же в соседнюю деревню или в город. Один-единственный магазин туда приходит, а там полмагазина просрочки. Пиво просрочено, колбаса просрочена, мясо все просрочено, языки какие-то там непонятно, сыр, конфеты. Ну, нельзя сказать, не могу с уверенностью сказать, что они там просрочены или нет, потому что документов на них нет. Там коробка должна сохраняться, какие-то документы, когда изготовлены эти, были печенье или там еще что-то, то есть, что в коробках. Вот этот же сыр, его развесили, мы на него посмотрели, но он уже какой-то такой весь, а нету документов. То есть, не проверить, когда этот сыр привезен, в этом году или пять лет назад его привезли, никто не знает. В деревне Фрунзе группа проверяющих, зашедшая в магазин торгового общества с ограниченной ответственностью «Слава», застала работников за приемом товара. Мы смотрим, а там завтра оно уже будет просрочено, везут товар, который завтра будет просрочен. И мы, когда начали это опять все снимать, она быстренько позвонила своему начальнику, начальник по громкой связи, а я их там сейчас приеду под зад пинком и так далее, давай закрывай, выгоняй их и все. То есть, мы вот что успели посмотреть, что просрочено там было, да, рыба там вообще ужасная, на нее смотреть даже страшно. Она нас быстренько-быстренько давай выгонять, закрыла магазин, и пока мы не уехали, она не открылась. Можно себе представить, что ждет продавцов магазина, испугавшихся больше даже по телефону гневного голоса своего хозяина, чем проверяющих, выказав явное к ним пренебрежение. Такое же недоброжелательное отношение правозащитники ощутили и в центральном офисе ООО «Слава», куда приехали представиться его директору, однако того не оказалось на месте. К счастью, так безответственно ведут себя торговые работники не везде. В двух магазинах Краснонивенского сельпо, в деревне Октябрь и селе Песчано-Толожанском продавцы приняли комиссию, как уточнил руководитель Центра правозащитников, с пониманием. Люди доброжелательные, они все, знаете, мы приехали, там даже видно, что они одеты в халатах, то есть как положено, да, но единственное, что вот нету бетчиков, да, бетчики должны быть. А в остальном мы не нашли там ничего. То есть мы все проверили, они встретили нас радушно, душевно, что хотите, пожалуйста, мы вам покажем сами. Мы все проверили, не нашли ни одной просрочки. В одном из магазинов, несмотря на основную цель, проверить качество товаров, на которые жаловались граждане, проверяющих заинтересовали и цены. Вот все где-то поднялось, вот 10 рублей, то есть ни на рубль, ни на 50 копеек, на 10 рублей, то есть это достаточно. И они говорят, это не мы, это завышают поставщики. Нам сказали, что горох поставщики Тюмень, то есть на 10 рублей подорожало, но нет вообще оснований к тому, чтобы горох подорожал. И все остальное точно так же. Дорожает молочная продукция, значит, макароны. На основании проверки и сделанных видеоматериалов будет направлено заявление о нарушениях в Роспотребнадзор и в прокуратуру, то есть в органы, которые вправе наказывать нарушителей потребительских прав граждан. В Центре правозащитников принято решение не останавливать проверки продуктовых магазинов, несмотря ни на что. Даже на то, что у них нет возможности объехать все магазины района, не говоря уже о возникающих конфликтах в связи с этим. С периодичностью это делаем как в городе, не останавливаемся, так и в районе. В районе просто посложнее. Здесь все зависит просто от того, как у нас будет время и средства для того, чтобы заправить машины и выехать. Я вот думаю, что вот именно села, их и нужно отслеживать, потому что это далеко от тех органов, которые контролируют. Выйдем куда-то в другое направление. В те деревни, они далеко отсюда. Они маленькие, там живут люди своим каким-то мерком. И там что хотят, то и делают. Вот поэтому здесь вот и нужно взять контроль. Но они должны принять меры для того, чтобы в магазине было как положено. Пришли граждане, они должны купить свежие продукты. Продолжение следует...